Мы работаем с детьми из неблагополучных семей, и значит, много из этих детей или родителей бросили, или если у них есть родители, то они пьяницы, они иногда в тюрьме сидят, эти дети иногда по улицах бегают, живут с бабушкой, дедушкой, и значит, у них уже жизнь сломата, и может быть уже 10 лет, 5 лет, 7 лет, и уже все, они уже не знают, что с жизни будет, они уже не знают. И там иногда такое случается, что просто начинаешь флакать за детьми. Одного из этого дитя, его звали Толик, мы были, значит, там в лагере «Жемчужина», круглый суд с детьми были, 6 дней, и этот мальчик, из-за родителей у него были бесы. Значит, когда всегда он стал каким-то сердитым или что-то его разгневался, то он сразу, он просто не был в себе, и он сразу начал капризничать, бить, с детьми другими гоняться. Он просто, он не был в себе. И я знаю, что вот он лично не был в моем отряде, но все равно как-то из-за него были постоянно какие-то неприятности, потому что он сразу не в себя, и постоянно какие-то проблемы происходят. И я помню, что один раз мы, вот, был тихий час с этими детьми, и я не знаю чего, но один из наставников мне вложил этого ребенка, чтобы пошел спать на время. И, значит, этот Толик прыгал на батуте там во двору, и там второй ребенок, опять некоторые наставники не усмотрели, и он начинал там лезть под батутом, ставя голову вот прямо там, где вот этот мальчик Толик прыгает. Наши, вот, из нашей группы, они вот по делам там все делали, другие наставники не знают совсем, где делись. И, значит, я бегаю комнаты от комнаты, помогаю вот детей ложить, и сразу вижу это из окна. И сразу мне такой страх на сердце, что вот, если Толик сразу здесь попрыгает, тот мальчик поднес, это может его просто шею сломать, он может из-за этого умереть. И, значит, я сразу выхожу, говорю Толе, перестань прыгать, он сразу начинает засердиться, и сразу он, ну, он не ведет, как он должен себя висеть. Другого мальчика ему сказал, сразу от батута он уходит, но уже Толик, он уже не в себе, он уже капризничает, все такое. И единственное, как его можно вот остановить, это вот, ну, как его как обнять, вот полностью совсем взять. И я когда этого дитя беру, то, потому что он не в себе, он начинает кричать, вот, что я тебе бью, то, ну, как, кто ты такой, все такое, и мы знаем, что это бесы. И эти бесы вот кричат и капризничают, и мне просто начинает трогать сердце, потому что мне уже сложно. Я физически устала, мы молимся за этих детей, я духовно устала, я уже не знаю, что делать, и я уже все, я вот беру его, приношу моему брату, говорю, ты с ним разберися, я просто сейчас, у меня нет силы. И один из бабушек, они ко мне пришли и сказали, вот, просто иди отдохни, иди поспи. И я как-то с души, мне уже не то, у меня уже мир Божий, вот, просто начинается теряться. И там у меня дали комнату, чтобы я могла поспать, но все время я не могу. Я просто иду на колени и начинаю молиться Богу. Бог, помоги, дай силу, потому что мы не только здесь физически вот работаем с детьми, мы не только с ними играемся, мы не только с ними ведем уроки, проповедуем им Евангелию, но там еще есть духовная борьба. Да, даже это может быть детское служение, мы с ними ведем, но сразу, когда мы ведем этому мальчику Толику, он сразу, он все, он не в себе. Мы просто там поем детские песни, говорим о Иисусе Христа, вот детские истории, вот о Библии, и сразу он не в себе, он сразу хочет уйти, он сразу хочет уходить, он сразу все, он не может это. Даже вот эти маленькие служения, они вот, ну, Бог там есть, и он говорит этим детям что-то. И я помню, что вот я начала молиться, и я просто вот этот час, я просто на колени молилась Богу, Бог, помоги, дай силу. Вот сила, которую в этом мальчике разрушит. И вы знаете, слава Богу. Потому что в конце этого недели, я помню, когда он начинал, ну вот, ему не хотелось сидеть на служении, и начал молиться, хоть Дух Божий, мир и покой придет на это дитя. И просто через секунду он успокоился и сидел спокойно. Он не капризничал, он сидел и слушал то, что говорили на этом детском служении. У нас есть власть, Бог дает власть. Это духовная борьба, и если мы будем молиться Богу, и если, когда вы молите за нас, то Бог нас там подкрепляет. Потому что это не раз случается, что сатана там приходит на наши миссионерские поездки и старается нас убрать из этого пути. Вот мы слышали, ну, сестра нашей свидетельства, сатана не хочет, чтобы мы там были. Потому что эти дети получают надежду. Они знают, что потом есть Бог, есть, что им не надо просто так блудиться, что-то шукать, где-то там гулять, потому что они знают, что есть жизнь в Иисусе Христе. Есть тот живой поток, который, если они будут оттуда черпать, то они получат жизнь вечную. Они получат покой и радость на душе, которую никто не может им дать, кроме Иисуса Христа. И мы просим вас, чтобы вы молились за нас в нашей миссионерской поездке. Потому что враг не спит, он идет, как рыкущий лев, смотря кого пригласить. Но Бог крепче его. Бог имеет больше силы, чем сатана когда-то будет иметь. И через него, через этих молитвах мы можем идти благовествовать этим детям на Иисусе Христе, что Он умер за них и любит их. Аминь.